12 картин 9 авторов. Живопись, графика, принты, масло, акварель, гуашь. Лабораторная работа стала первой коллективной выставкой севастопольских абстракционистов в 2015 году. На итогах прошлого года останавливаться не стали. Решили обозначить задел на будущий. Например, участник выставки художник и дизайнер Геннадий Акшин открыл для себя новые горизонты, игру объемов на плоскости. Ее обеспечивает особый подбор красок и техника их нанесения. Работа для выставки писалась в нестандартных условиях – в темноте. Причем я не видел, где сама кисть, сам валик находится. Это все на ощупь, на интуицию. Сама работа меняется в течение дня в зависимости от естественного и искусственного освещения. Если работу рассматривать при работающем телевизоре, это увеличивает кратность восприятия. Творческое содружество авторов в Академии абстракционизма подразумевает постоянный обмен идеями. Для этого руководитель объединения Владимир Бойченко и предложил время от времени устраивать лабораторные работы. Их результаты художники анализируют и оценивают вместе. Как раз лаборатория позволяет принести свои какие-то идеи, свои какие-то новые формы, еще что-то, еще как-то. При том, что я, кстати, не делаю отбора. Я сказал человеку принести, потому что я их уже всех знаю. Они приносят, есть всего то, что они приносят, делаю экспозицию. Страиваться нужно всегда только на свободу, потому что нас так много пытаются где-то прижать, куда-то там загнать, нами манипулировать. Хотят все. А абстракционизм – это свобода всегда. Севастопольские абстракционисты уверены, только выставки позволяют творчески расти и выходить за навязанные рамки. Заглянуть за рамки вместе с художниками могут и ценители свободного искусства, посетив выставку в арт-студии «Среда» в гостинице «Украина». Наталья Данилова, Анатолий Паньков, Севенформбюро.